Героев игры сегодня уже все спросили? Да, конечно. Пэп Клотет обрушился на судейство в этом матче. Я видел, что вы тоже переживали, сидя в импровизированной виплоше. Ваша точка зрения. Импровизированная? По поводу чего? По поводу судейства. По поводу судейства, я думаю, что судейский корпус нам расскажет. А Жзеп сказал свое мнение, но мне кажется, что это не самый лучший матч Игоря Панина в своей карьере. Какие конкретно претензии у вас есть? Потому что тренер по горячим следам обрушился и сказал, что тут не дали желтую карточку, тут не дали желтую карточку. В ответ Дмитрий Парфенов сказал, что нужно было давать красную карточку Рейне. То есть я не услышал конкретных претензий, скажем, для рассмотрения ЭСК, потому что Пеп не сказал по... Нет, мы же по ЭСК, мы же говорили, мы даже не будем в эту историю погружаться. Судейский корпус есть, инспектор матча, он следит, смотрит, что делает. Результат работы каждого арбитра будет виден по назначению на следующие игры. Ну, судейский комитет сами примут решение, внутри себя обсудят. Мы претензии никаких писать не будем. Просто хотим играть в футбол. Сегодня из 95 минут в футбол мы, наверное, играли минут 60, в лучшем случае. Надо потом по статистике посмотреть. Вы имеете в виду чистое время? Ну, я думаю, даже меньше. Ну, да, я думаю, чистое время там будет даже, если статистика, когда придет. На самый худший матч было, по-моему, 45 минут чистого времени было в этом сезоне. Лучше 55. Вот я думаю, что мы сейчас рекорд подъем, наверное, будет ниже еще 45 минут. Мы за что же футбол любим? За то, чтобы была игра. Что мы ожидаем от арбитров? Чтобы они поддерживали яркий футбол. А у нас сегодня мы долго мячи водили. Мы как только начинается веселый футбол, сразу на свистки все садятся. Мы же для болельщиков все играем. Футбол-то для болельщиков хочется, чтобы и судьи поддерживали динамику игр, и чтобы было больше чисто игрового времени. У вас нет ощущений? Я свое мнение выскажу сейчас, что Пеп немножко, Жозеп Кутетт немножко уходит, уводит от сути. Потому что в команду вы вложили серьезные деньги, говорят, в бюджете больше миллиарда. У новичка, говорят, вложено около 200 миллионов рублей, а команда идет на 11 месте. То есть никаким судействием нельзя оправдать этот результат. Я думаю, ребята и сами понимают, что они должны бить поворотом и забивать. И тренер это понимает, все понимают. Все понимают, что лежит ответственность за результат. Вот Жозеп сказал о том, что главное будет весной. Ну, конечно, всегда главное весной. Да, но нет того с... Но у нас до весны еще 12 игр. Да. Но можно эти 12 игр так провести, что весной будет другой тренер? Или у вас безоговорочные какие-то доверия к вот этому? Давайте проведем 12 игр и там поговорим. 25 ноября 26, когда у нас последний тур будет. Пока. Ну, у вас нет разочарования от того, что вы увидели в стартовых турах? Две первые игры были, две победы, а потом начались проблемы. Не, ну, начались, у кого у всех начались проблемы. У нас пока только у одной команды, во втором, в нашем, в нашей первой лиге, только одной команды пока меньше всего проблемы, а у остальных у всех проблемы. Тяжелый чемпионат, интересный, хорошая, приятная мясорубка такая. Да, но я вернусь к этому. Все-таки тренер-иностранец, который работает в России, должен быть образцом, должен показывать качество. Но если я сегодня не было качества, сегодня в футбол играла одна команда. Сегодня играл в футбол «Торпедо». Родина сегодня отдала мяч и сделал два момента в первом тайме, один во втором, когда мы сами себе привезли. Все. Вы же были на игре. Я был на игре, был еще блестящий момент, когда Бабурин просто спас. Ну, я же говорю. В двух подряд эпизодах. Так я же говорю, два момента было. Первый, когда забили гол, второй, когда спас Бабурин. Все. И во втором тайме вот сами себе мы гол привезли. Все. А остальное в футбол играла только одна команда. Вот качество-то сегодня было. Сегодня, наверное, лучшая игра по игре. По игре именно. По игре. То, что не забили, так бывает. Надо бить по воротам, чтобы забыли. Я правильно по вас понимаю, что у вас есть разочарование от результата, но не от игры вообще по итогам этих стартовых туров? Ну, именно так. Да. Да. Вы же закрытый вопрос задали. Да. Это я подтверждаю. Ну, я просто пытаюсь понять, что... Ну, мне кажется, что вы делаете хорошую мину при плохой игре. Ну, в данном случае при плохом на результате. По игре можно спорить, но результат это самое главное в футболе. Вам кажется. У вас нет ощущения, что Клотет зашел в тупик? Нет. Вы же были на матче сегодня. Вы же видели? Видел. Ну, я не могу ее назвать выдающейся. Я позволю себе не согласиться с вами. Выдающийся, выдающийся. Выдающийся это... И не соглашусь и разговаривать с вашими оценками. Ну, как? С какими оценками? Вы же сами назвали только два момента у Родины. Два. Я не могу сказать, что у вас было множество моментов. Да хорошо. Ну, у меня что-то у кого было? Всю игру. Но это же не... Ну, вы говорите о процессе, а я говорю о результате. Ну, так вы этим подтверждаете... Правильно. Вы этим подтверждаете. Свою же тезис. В первую сказали о том, что... Качеством игры довольны, результатом недовольны. И вы говорите, что вы о результате, а я о процессе. Я же это и подтверждаю. Результат не тот, который мы ожидаем. Смотрите, как получается. То есть у вас все нормально с финансированием. Просто блестяще. То, о чем говорят, вы со мной не согласились в оценке, что у вас самый большой бюджет. Да, у вас супер-супер трансфер. Я смотрю полос, который высокооплачиваемый игрок. Вы опять-таки со мной не согласились, потому что у вас он не играет. То есть я пытаюсь понять. Команда по потенциалу очень сильная. Ну, это же хорошо. Но она не играет в силу своих игроков. Пока не играет. Будет играть. Когда вы ожидаете, что она заиграет? Мы ожидали с первого тура. Ребята притрутся, будут играть. Все будет хорошо. Но мы не сомневаемся. То, что сегодня демонстрирует команда, мы не сомневаемся в том, что результат обязательно будет приходить. То есть вы убеждены, что Клоу Тет на правильном пути? Я убежден, что тренерский штаб, Жозеп и все игроки, мы все на правильном пути. Но уже хочется радовать болельщиков. И результатом. Да, я с вами согласен. Насколько верна информация о том, что вы якобы ведете переговоры с Глушаком? Нет, это фантазия автора одного телеграм-канала исключительно. Ну, то есть эта информация не соответствует действительности? Абсолютно не соответствует действительности. А в какой мере? То есть он обращался к вам? Вы через каких-то? Или вообще под этой темой вообще нет? Вообще никто не общался. Я думаю, что Глушаков знает, что есть торпеда. Мы знаем, что есть Глушаков. Я правильно понимаю, что вы закрылись на вход в этой трансферной компании? Нет еще. Нет. К нам пока так и не доехал. Один футболист, которого мы очень давно ждем. Я правильно понимаю, что вы говорите о Щеника? Щеников у нас появился неожиданно. Неожиданно? Ну, расскажите, что можете рассказать. Что значит неожиданно? Он приехал и говорит, можно я с вами потренируюсь? Вы говорите, да нормально, у нас есть стул для тебя, да, в раздевалке. Ну, нет, ну как? Как происходит с игроками, которые свободные агенты, которые могут быть интересны, которые не тренировались ни с кем? Нормальная практика. Мы начали общаться на тему возможного сотрудничества. Поговорили о том, что, может, можно вместе потренироваться с командой. Еще договорились, Георгий с нами тренируется. Но вопрос заключения контракта стоит. То есть степень оценки... Ну, то есть вы удовлетворены его физическими кондициями? И вопрос только в договоренности по финансовой составляющей. В качестве, я думаю, Георгия никто не сомневался. Никогда человек все показал. 400 игр в премьер-лиге, 50 игр в лиге чемпионов. Все прекрасно знают, что умеют делать щенников на футбольном поле. Вопрос только, если мы все договоримся. Вы слышали сегодня ярость болельщиков, которые достаточно жестко критиковали команду? Ну, конечно, справедливо. Я их могу понять. Ну, я могу понять болельщиков. Болельщики приходят не только, как мы с вами наслаждаться процессом. Им же еще нужен результат. Да. То есть, разделяете критику. Я понимаю, почему это болельщики. Болельщики пришли для того, чтобы получить удовольствие от результата. И радостно не пойти домой. Результата не было. Они недовольны. Я понимаю, почему они это делают. Почему они недовольны. Долгое время в нескольких интервью вы говорили о том, что вот-вот появится спортивный директор, он до сих пор не появился. Почему? Под тем же самым причином, почему он не появился до этого. Потому что нету того кандидата, который... Либо мы его можем себе позволить, либо будет соответствовать по уровню. Но у меня ощущение, что по тем деньгам, которые появляются в прессе, торпеда может позволить себе всех в FNL. Кого? Всех. Ну, например, Полоза. Игрок потенциально топ-8 РПЛ приходит в торпеды команду FNL. Это значит, что ему предложили царские условия. Вы серьезно думаете, что футбольный клуб торпеда может по условиям соревноваться с первой восьмеркой РПЛ? Ну, объективно. Ну, серьезно? Ну, я понимаю, что вы намекаете на финансовый регламент, не намекаете? Нет, нет, нет. Могут быть разные обстоятельства. Вы понимаете, сколько денег, сколько, какая зарплата в среднем у первой восьмерки РПЛ? У игрока даже, там, не знаю, третьего десятка. Я вернусь к спортивному директору. Его не будет? Вы сами занимаетесь трансферами? Это два вопроса в одном. Спортивный директор будет? Нет, я не сам занимаюсь трансферами. Я, естественно, в это вовлечен, как и любой президент клуба, вовлечен, естественно, в трансфер. Возможно, главный вопрос, который, я понимаю, гнев болельщиков, да? Прошу меня извините, если вопрос пока с вами чересчур жесткий. При каких обстоятельствах вы можете уволить Пеппа Клопета? Я не буду отвечать на этот вопрос. Спасибо большое. Пожалуйста.